В 1899 году русский этнограф Михаил Антонович Круковский путешествовал по Оланецкому краю. В деревне Большие Горы он встретился с кантелистом. Это был слепой седой старик, который ни слова не говорил по-русски. Когда ему всунули в руки кантели, он нежно дотрагивался до его струн и блаженно улыбался, вспоминая вместе со звуками что-то далекое. Он быстро настроил инструмент, и печальная, дикая мелодия зазвенела в воздухе. Субтитры создавал DimaTorzok Вопрос. Какая музыка легла в основу прозвучавшего наигрыша?